Добрый вечер в студии первого Дину Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Трагедия в мире музыки. Ушел из жизни Юрий Садовник. Как до пандемии детский лагерь отдыха принял первую смену ребят, оставшихся без попечения родителей. Некоторые участники предвыборной гонки рука об руку с высокопоставленными чиновниками манипулируют популистскими заявлениями, забрасывая обвинениями ЦИК, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом секретарь Центризбиркома Максим Лебединский заявил в ответ на град громких обвинений, начавшиеся после того, как учреждение постановило открыть за рубежом 139 участков для голосования. Ровно столько же, сколько на президентских выборах. По его словам, претензии возмущающихся политиков безосновательны, учитывая, что они прекрасно знают. На открытие дополнительных пунктов нет ни денег, ни согласия принимающих стран. И ЦИК, принимая решение, действовал строго по букве закона. По словам Лебединского, есть секретарь. Минимум три письма от 2020 года, в которых госсекретарь МИДа заверяет ЦИК в том, что в ряде стран невозможно открыть больше участков. Например, та же Германия разрешает устраивать бюро для голосования исключительно в ДИП-представительствах. За полгода ничего не изменилось, говорит чиновник. ЦИК дважды запрашивал у МИДа информацию о странах, в которых можно организовать голосование. Получен один ответ о 12 государствах. Тех же, что и в прошлом году, говорит Лебединский. И добавляет, до сих пор на организацию выборов за рубежом ведомство не получило ни копейки. ДИП-представитель. Секретарь ЦИК уверен, некоторые политики затеяли все это для того, чтобы перед выборами всколыхнуть в людях недовольство и посеять в них сомнения. Есть сценарий, который будет поставлен на пункт, в котором пытались достабили ситуацию социально-политики в стране, в том, что виноват на это ЦИК, которая является единственной институтой индепендентной, которая совершает процесс электоральный. В этот шаг, в том, что импликают и у них дементарии, в рамках в рамках нашей страны. Дошло до того, что члены партии «Действие и солидарность» прибегли к открытым угрозам в адрес членов ЦИК, говорит Лебединский. Получить комментарий ПДС на это его заявление нам не удалось. «Ам примит и имплицари с инструментами Досари Пеналии, дамы Литвиненко. Дамы Гросу, даже сегодня, в кадре шеденции, фахе анумите алюзии на имплицари в адреса меня и альтой коллеги. Примим и итихетари. Существуеты на этот партит политик, на филе, не винт с филе, 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 мессажи и мы, и коллеги нашим, включая инвокации и потенциале аппликации физической или форсии физической приведения нашей, это неудобно». Официально за границей находятся 250 тысяч граждан. Это те, кто официально поставил власти в известность о переезде за рубеж. Нервы и время потеряли сегодня многие автовладельцы в пробке в районе здания Центризбиркома. Партии, пришедшие туда с требованиями об открытии большего количества избирательных участков за рубежом, не справились с толпой, которая незаконно заблокировала дорогу. Десятки людей пришли на митинг перед зданием ЦИК с разнящимися посланиями. Одни требовали открытия дополнительных избирательных участков за границей, другие заявляли, что не признают государство Молдову. Протест был организован без разрешения столичной мэрии. Более того, митингующие блокировали движение в этой зоне, из-за чего образовались огромные пробки. Водителям пришлось изрядно понервничать. Конечно, пробки всем не нравятся. Надо как-то более грамотно организовывать. Патрульным инспекторам требовалось время, чтобы разобраться с трафиком в центре. Тем временем протестующие, которых призвали выйти на улицу несколько политформирований, заявили, что продолжат митинговать и завтра. Едейственной целью будущего парламента должно быть объединение Молдовы с Румынией. С такой идеей вступает в предвыборную гонку партия национального единства. Впрочем, и вся их программа, по сути, построена на поэтапном лишении нашей страны независимости. Тем более, председатель этого политформирования, убежденный унионист Октавиан Цику, не сомневается. Бухарест уже много лет приближает данную задачу, внедряя в Молдове программу по румынизации населения. Бухарест уже много лет приближает данную задачу, в том числе на законодательном уровне. Нашим властям осталось только сказать да, и вопрос решен. Статул роман, парламенту Ромынии, в 27 марте 2018, сказал clar, что это готово сделать объединение с Республикой Молдовы. Декларация объединения выбрала парламенту роман, это документ, который ждет реплика в парламенте Республики Молдовы. Продолжение следует... внимание общественности на угрозу внешнего управления страной. По их словам, западные силы держат под контролем чиновников высшего ранга и некоторые политформирования Молдовы. Ещё одна партия, которая стремится к единству с соседней страной, официально вступила в предвыборную гонку. Представители Альянса за объединение румын заявили, что это единственный способ решить проблемы в молдавском обществе. В ЦИК пока не поступали запросы от ПДС о снятии с предвыборной гонки кандидатов в депутаты Александра Катана и Ната Албат. Эту информацию подтвердил нашему телеканалу секретарь Центризбиркома Максим Лебединский. Прошло больше двух недель с того момента, как Ната Албат заявила о своём исключении из избирательного списка ПДС. Однако до сих пор ни она, ни партия не направили уведомления в Центральную избирательную комиссию. Такая же ситуация сложилась и в отношении Александра Катана, которого также обещали снять с предвыборной гонки. Крайний срок подачи заявления о внесении изменений в список 26 июня 2021 года или за две недели до досрочных парламентских выборов. ПДС пока не объяснила, почему до сих пор не поданы соответствующие заявления. Портал Sintesa.org пишет, что кандидат под номером 8 Ната Албат отказалась быть кандидатом в депутаты по списку ПДС после того, как лидер патча Георгий Кавкалюк обнародовал информацию о потреблении и хранении ею наркотических веществ. Журналистка тогда заявила, что намерена отозвать свою кандидатуру, чтобы не очернять имидж партии. На днях и Александр Катан объявил, что выходит из предвыборной гонки после того, как в публичном пространстве. Появилась информация о том, что он замешан в контрабанде алкоголя и фигурирует в уголовном деле. Ранее несколько источников ПДС сообщили Sintesa.org, что и Петр Гондробур будет исключен из списка, так как является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупных размерах. Большинство кандидатов в избирательном списке ПДС – бывшие члены ЛДПМ, за время правления которой произошли крупнейшие экономические и финансовые преступления в истории Молдовы. Такой вывод представитель ПСРМ Богдан Цирдя сделал после анализа перечня претендентов депутата этого политформирования. 19. 19 представителей ЛДПМ идут по спискам ПАС. И эта партия считается новой. И эта партия будет бороться с коррупцией. Эта партия вернет миллиард. То есть те, которые крали миллиард, будут возвращать миллиард. Те, кто крали аэропорт, будут возвращать аэропорт. Цирдя утверждает, что поверхностный анализ политики, проводимой двумя партиями, демонстрирует тесную связь между ними. В этом списке каждый второй – либо миллионер, либо коррупционер, либо с офшором, либо с фальшивым дипломом. Но сидел в тюрьме только Филат. Он, наверное, самый честный среди них. Кстати, теперь у вас есть сомнения, кто освободил Влада Филата из тюрьмы. Теперь вы понимаете, почему тогдашний министр юстиции Олеся Стамати освободила его фактически за пару дней до падения правительства Майи Цанду. Теперь вы понимаете, почему ЛДПМ, а декапеля Деме, не участвует в парламентских выборах. А Влад Филат открыто агитирует за партию ПАС. Да потому что вся Пеледеме в списках ПАС. Социалист напомнил жителям страны о серьезных преступлениях, имевших место во время правления Альянса за европейскую интеграцию, в которые входила ЛДПМ. В этот период были совершены рейдерские атаки на банковскую систему, ландромат, в результате которого отмыли 22 миллиарда долларов, захват акций «Универсал Банк», приватизация банка деэкономий, концессия Кишиневского аэропорта, за которую голосовали нынешние лидеры ПДС, в том числе президент Майя Санду. Депутат напомнил и об украденном миллиарде, убийстве бывшего депутата ЛДПМ Иона Бутмалая, концессии лаборатории диализа и 40% территории американской корпорации «Фронтерресурс», незаконной приватизации и других действиях. Представители ПДС не ответили на наши звонки, чтобы прокомментировать ситуацию. Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля по настоянию Майя Санду, распустивший парламент, несмотря на наличие в нем большинства и кандидата на пост премьер-министра. Добудет свет. В Москве и Когульского района к августу завершат прокладку уличного освещения. Более 90% этой коммуны и новых трефешт, которые входят в ее состав, уже освещены. Реализации данного проекта местные ждали не один год. Деньги, больше полутора миллионов леев, взяли из местного бюджета. На том этапе, на котором я начал, было процентов 10 освещения села. Остальное, то есть все село практически было без освещения. Особо остро проблема стояла в селе Московей, где освещалась только центральная улица, и то столб через два. В общем, насчитывалось где-то в районе 100 светильников, включая и новые трефешты. Это очень мало. Взять из того, что я сам молодой, и вечерами тоже бывает выхожу, хочется пройтись там до друзей, идешь в потемках. Стали приводить в порядок и местные садики. В одном полностью отремонтировали пищевой блок. Раньше что у нас было? Побелка. Не было у нас воды. Очень тяжело было повару работать. Баллоны были. Это нужно было все доставить, за этим всем следить. Сейчас у нас все есть на месте. Легче и нам работает, и повару, и всему коллективу. А вот в другом детсаде на кухню не жаловались. Там была другая проблема – плесень. Когда я заступил в 2019 году на должность премара, мы зашли в садик Геочок, и в группах все окна были глухими. Ни одно окно не открывалось. И в срочном порядке мы сделали эти работы, чтобы можно было хоть как-то проветривать помещение. Проблема дата требовала охотиться, пока в начале, когда были инсталлы, но это было решено. На следующей неделе в детсаду начнут менять полы. В планах местных властей – прокладка водопровода и ремонт дороги, пересекающей коммуну. Любой проект, стирающий грани между городом и деревней, делает провинцию все привлекательнее. Парк, водопровод, газ, дороги, отремонтированные чистые детсады и школы. Жители такого села не бросят родительский дом. Сюда потекут инвестиции, а значит, будет работа. Хозяйственные мэры это знают. Глава местной администрации Аксенти Дубасарского района решил во что бы то ни стало, пусть и постепенно, но изменить свой населенный пункт к лучшему. Уже отремонтировал несколько участков дорог, запустил проект по водоснабжению. И даже нашел миллион леев, чтобы вдохнуть новую жизнь в местный дом культуры. Глава местной администрации Аксенти Дубасарского района Построенный в 1982-м садик села Аксенти вообще не узнать. Здесь не только окна, двери, крышу заменили, на что ушло почти 3 миллиона леев. Сейчас здание полностью термоизолируют. Аккума дерулеаза проєктul термоизолария париѣилор и паважа в районе градиѣи, 2 миллиона и 500 миллиона леев. Градиѣа наша не ест мая жоска, а у градиѣа для Чиѣінау. Аста не букура очень много, копиѣи имам очень много. Градиѣа имеем 160 местных местных, на сегодняшний день не фреквенте 130 местных. В местной гимназии учатся 260 детей. За последние годы здесь внедрили несколько проектов. Один из последних, термоизоляция, проводился при поддержке агентства по энергоэффективности. Аксенте – живописный населённый пункт, который приводил. Привлекает множество компаний. Одна из них решила построить теннисный корт прямо на берегу Днестра. Стоимость проекта составляет около полутора миллиона леев. Ацент стерен и третьеа петь Республика Молдова. И не букурам као ацетти оамени минунати, бар на суфлет, ау беневоит, са ни жоѣі не хто ў да ћѣе всё ёа ёо ѝте ёо ќе леоѣе, са ёо 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 всё ёо 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 всёмстве. В рамках проекта «Хорошие дороги» в Аксенте отремонтировали два с половиной километра дорог на трёх улицах, освоили пять миллионов леев. В рамках проекта «Хорошие дороги», «Хорошие дороги», «Хорошие дороги» Сейчас местные власти планируют начать прокладку 14-километровой водопроводной сети, но это потребуется около четырёх миллионов леев. Потеря в мире музыки. Известного молдавского исполнителя Юрия Садовника супруга нашла застреленным в своей квартире на ботанике. Основная версия полиции – самоубийство. Он оставил прощальную записку, в которой написал, что устал жить с многочисленными болезнями и не хочет быть никому обузой. Правоохранители также сообщили, что оружием, из которого артист застрелился, он владел легально. Ему было 69 лет. В 2015-м удостоился Ордена Республики. Свой путь начинал в конце 60-х в вокально-инструментальном ансамбле «Гайдуки». Затем была карьера в группе «Сонор» в николаевском джаз-бенде ансамблях, контемпорану «Букурия» и «Легенда». С 93-го Юрий Садовник вел сольную карьеру и всем нам запомнился своей лиричной песней «Драго Отея». 48 новых заболевших ковидом и три смерти им спровоцированным. Таков итог последних суток. В больницах находятся 313 пациентов, 60 из них в крайне тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 973 человека. Объявлены здоровыми за последние 24 часа еще 22 жителей страны. В Молдове иммунизировано 11% населения. Число введенных препаратов приближается к полумиллиону. Только за последние сутки сыворотку поставили 9,5 тысячам человек. Ну а участников первого марафона, организованного медуниверситетом с 21 по 23 мая, ждут уже на вторую прививку. В администрации учебного заведения сообщили, что уже в эту субботу тем, кто вакцинировался первой дозой Синофарм и Пфайзер, пора получить вторую. В Управлении по связям с общественностью ВУЗа сообщили, что все люди, получившие первую дозу прививки Синофарм и Пфайзер, могут получить вторую в субботу с 8 утра до 9 вечера и в воскресенье с 8 до 18. При себе необходимо иметь удостоверение личности и сертификата вакцинации. Чтобы не формировались гигантские очереди, руководство приняло решение организовать 10 потоков иммунизации. Шесть для тех, кто получил Пфайзер, будут работать в социокультурном комплексе университета по адресу улицы Николая Тестемица на 25 и еще четыре в учебном корпусе номер один имени Леонида Кобылянского по улице Николая Тестемица на 27. Здесь три потока будут организованы для людей, которые не записались для получения прививки Пфайзер, а один для Синофарм по предварительной записи или без нее. Записаться на вакцинацию можно по номерам 060-48-33-33, 060-29-55-55 с 9 утра до 17.00 или записаться онлайн. Если по уважительным причинам кто-то не сможет пройти вакцинацию в эти дни, это можно сделать в другие дни в Центре традиционной китайской медицины. Улица Николая Тестемица на 26, дробь 2. Третий марафон будет организован для проведения ревакцинации Астразенека в середине июля. Там, где несколько лет расцветал нелегальный бизнес, зацветут деревья. На Чиканской улице Мерчичелбатрын на месте частной автостоянки, работавшей с просроченными документами, будет разбит сквер. В притуре говорят, что хоть владелец и пытался продлить разрешение на работу, власти предпочли услышать пожелания жильцов пяти многоэтажек, много лет сжаловавшихся на грязь в округе. Парковку им все-таки обустроят, но она будет бесплатной, дворовой и еще останется место для детской площадки. поле для игры, волейбол и баскетбол, а также зоны отдыха с беседкой. Территория в полгектара уже освобождена и вот-вот начнутся работы по благоустройству. Субтитры создавал DimaTorzian, который создавал DimaTorzian, который создавал DimaTorzian, который создавал DimaTorzian, вода снова затопила дома жителей Гэндешт, которые пострадали от ливни две недели назад. В селе Купча того же района град размером с черешню уничтожил плантацию клубники и овощей. Пострадали и фруктовые деревья. Стихия еще не раз нанесет удар по Молдове. Грозы с ливнями синоптики прогнозируют на ближайшие четыре дня. Введен желтый код метеоопасности. Из хороших новостей постепенно начнут теплеть. На этой неделе столбики термометров днем будут колебаться в среднем от 20 до 25 градусов. А на юге можно ждать и максимальных значений до 28. Но это ближе к выходным. Свыше тысячи ребят, оставшихся без попечения родителей, бесплатно отдохнут в лагере Пойница-Весело из Дончан-Еловенского района. И это целое событие не только для чад, но и для работников. Ведь это первая смена после пандемии. Первыми получили оплаченные Кишиневской мэрией путевки на отдых 159 детей. Из них 118 находятся на учете столичного управления по правам ребенка. 41 воспитывается в гимназии-интернате номер 3. Сегодня у ребят ознакомительный день. Они присматриваются к воспитателям и новым друзьям. Алла Ковалюк приняла отряд, состоящий из 30 ребят. Говорит, пройдет совсем немного времени, и они передружатся. А после у них не будет ни одной свободной минутки. Развлечений в планах много. Говорит. 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 С 14 июня начнут работу тематические лагеря, организованные столичными школами искусств. К нему не заросла народная тропа. 222 года со дня рождения Александра Пушкина отметил Кишинев в минувшие выходные. Бюст поэта в столичном парке имени Штефана Чалмари утопал в цветах. И, конечно же, не было недостатков желающих продекламировать ажурные строки, сложенные великим романтиком в 19 веке, но такие близкие и понятные многими сегодня. Недаром его стихи свежи в памяти каждого из нас, будь то ученик или политик. Поклониться великому Пушкину, человеку, который не просто писал стихи, а он разговаривал в стихотворной форме. Человеку, который сделал очень много, если не решающее, для того, чтобы русский язык был таким, как он есть сегодня. Человек, который поднял русский язык на очень высокий уровень. Он прошел хорошую часть жизни здесь, в Басарабе, в Молдове, и который помогает эсенциальному развитию нашей культуры. И, конечно, Дансов делает частью культуры, литерарной формы. Мы знаем, что с этой страной связано три года жизни великого писателя. Здесь он приобрел огромное количество друзей. Здесь же написал свои бесценные произведения и родился замысел великого Онегина. Поклонники творчества поэта, иначе как гением его не называют, говорят любовь к его мелодичным строкам. Это навсегда. О нем нельзя забывать, его не забудут никогда, потому что такие люди все-таки рождаются даже не раз в столетие, а, по-видимому, еще больше, в тысячелетие. Пушкин с нами по жизни. Он прожил всего 37 лет, но он столько много создал, сколько бы ни читал его произведения, каждый раз открываешь, сколько в нем молодости, задора, сколько в нем мудрости. Александр Пушкин был сослан в наши края, тогда Бессарабскую губернию, в 1820 году. Почти четыре года прожитых им здесь называют самым плодотворным в его творчестве. Тут он задумал, начал, написал более 220 сочинений, 160 из которых – это поэмы и стихотворения. В том числе «Кавказский пленник», «Гавриле Ада», начал поэмы «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Влюбленный бес» и написал знаменитое письмо Татьяны Конегину. На сегодня все. Наши новости есть и в соцсетях. Увидимся завтра вечером. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности. Субтитры предоставил DimaTorzok